На Самарской земле. Сегодня мы сделаем имиджевую съемку продукции крупных производителей и фермеров Самарской области, потому что наша цель показать продовольственные и туристические потенциалы. Без производителей продукта мы не можем показать региональную кухню, потому что все-таки человек, турист должен знать, из какого продукта готовятся блюда. Автомобильный код вашего региона. Это не просто так. Мы говорим прежде всего об автомобильном туризме, потому что наш турист не проедет мимо ни одного объекта, если будет путешествовать на автомобиле. Мы будем сегодня запускать этот проект федеральный на территории нашего региона. Мы будем представлять не только вас и вашу продукцию, которую вы проводите на нашей территории, который будет интересен не только потребителям. Владимир Иванович, расскажите. Нужно рассказывать? Конечно, конечно. Компания Тольятти Молоко. Обеспечиваем всю Самарскую область продукции. Насчитываем порядка 70 номинований в ассортименте. Самый наш хит узнаваемый вообще, то есть все узнают без исключения, в Самарской области это сырки с изюмом, с ванилью и с курагой. Это самый узнаваемый хит. Мы даже не стали менять дизайн упаковки, он с советских времен, специально для того, чтобы не потерять покупатель. Так как это туризм, то мы не едим. Мы пробуем. Мы попробуем. Это хорошее слово. Мы действительно пробуем очень много и понемножку. Ни у одного предприятия нет таких продуктов, как сбитень молочный. Только в компании Тольятти Молоко есть сбитень, который не алкогольный, а молочный. Пока у нас основной производитель дезодорированного и рафинированного масла, который бутилируется. Сейчас у нас крупные производства, конечно, есть. Они устанавливают линию по дезодорации и рафинации, но запуск намечен на конец этого года. Это небольшой 150 тонн по подсолнечнику. Они ее перерабатывают. Мельница. Мельница. Чуть ниже ножка. Без всяких добавок. Чисто натуральные инфидементы. Мы ездим уже. Наша задача собрать урожай. Я хочу сказать, что и картошку очень тяжелую станет. Все, все, все продукты. Мы же снимаем поля, все посугодия, смотрим, как проходит. То есть везде сдвиг, 3-4 недели. Можем. Можно попробовать. Позволяет. Всю продукцию свою перерабатываем. Полуфабрикаты. Тут совершенно малая часть приставлена. Сало в луковой шелухе, сало соленое. Также разводим кур, бройлеров. И кормим исключительно зерном. Никаких добавок до нормального забоя. И потом все это можно попробовать в нашем ресторан-гостиничественном комплексе. Подъем Михайловке. Там у нас и магазин, где вся наша продукция представлена. Объекты, которые представляют себе не только производство. То есть уже понятно стало, что в туризме может работать непосредственно производитель, который еще занимается переработкой и приготовлением. То есть будущее именно у таких людей. Все пришли к этому. Вот представитель. Но он скромничает. Все постепенно. Не, мы понимаем, мы слышим, как он скромничает. То есть на самом деле на карте будут отмечены именно люди, которые переработкой занимаются. И люди хотят увидеть, как производится продукт. Посмотреть, как он готовится. И еще попробовать здесь же блюдо региональных куб. Мясные деликатесы у нас повсеместно. То есть бьют все рекорды. Я очень люблю укроп. Можно. Открываются сейчас еще два магазина. Как-то так. С сыром садыгейским дюшвара. Вареники с сыром садыгейским из клинзона. На выставках познакомились с фермерами. У нас теперь есть фермерская свинина, говядина, баранина. То есть у нас тоже был грамотный, правильный название. Мы абсолютно никаких не должны быть вопросов именно к тому, что мы наносим. Да, и никаких споров между регионами. Правда? Мы сегодняшний производитель масло-жировой продукции в регионе. Входим в состав группы компаний НМЖК. Кухонного холдинга предприятия. Находится на территории всей России. И предоставляем любимый продукт. В гастрономии в любой семье. И как бы предпочтительно. И в ресторанном бизнесе, и везде. Это майонез. Он считается как бы самарским брендом. Любимый белый майонез. Поэтому мы его ассортиментную линейку тоже расширили. Вот новиночки сметанной и оливковой. Частная сыроварня Рузана. Здесь представлены большая головка чеддер. Сыр качота. Сливочный и качковала. Из натурального сырья. Из молока наших коров. Рулет филейный. Сосиски из индейки. Аппетитные в натуральной оболочке. Тушеночка. К сожалению, не дозрел. Рузана он называется. Именно по собственной технологии мы его выпускаем. Он у нас очень хорошо идет. Вот его мы и будем подвигать. В регионе. И вот в рамках российской экспортного цен, конечно же, на карте должны быть отмечены продукты с российского происхождения. Вот мы очень уважаем западный опыт. Да, но хотелось бы, конечно, не реплики продукта, а непосредственно... Свою рецепт. Да, да, да. Свою рецепт. Граф Орлов для нас, в принципе, наш базовый гостиниц нашего проекта в Самаре. И, в общем-то, нам еще здесь предстоит увидеть гастрономию. И я думаю, что дальше еще будут фермерские завтраки, сто процентов. Сыры? Конечно. Ребят, здесь, Дима, здесь главное яблочные завтраки. Да, здесь у нас флагманские яблочки. Так что мы вот яблоки. Хорошо. Яблоневые сады. Мы представляем группу агропромышленных предприятий Волжский посад. На сегодняшний день у нас 300 гектаров, более 300 гектаров орошаемых земель из яблочных садов на капельном орошении. Это новая технология переработки, чтобы увидеть, каким образом мы перерабатываем наши яблочки для того, чтобы получать вкусные, натуральные, качественные звуки. Представленные в магазинах не только нашего города, но и всего по Волжи. И уже начались первые поставки. Я, 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 у меня каждый день. Я, где, у больше всего, а где? Я всегда показываю. Давайте, 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 возьмите, возьмите. Виноград Самарский. Подарили ее. И будем говорить, что ИП глава КФХ сама будет это все взял, потому что мы сами его только делаем. Да, укроп у нас растет, да? Ну, не растут у нас, Алексей, мы не можем. Это понятно, да, это же не обижает, правильно? Нет, 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 это просто мы опять же работаем. Ну, 16-го мы сохранили, мы выпили его. Вишня же Самарская, мы перерывали. Да, да, да. Так это торжественная миссия. Вы знаете, да, всегда запоминают последний. Самое главное печенье, не последний. Да, последний. Я об этом не говорю. Край, не будем говорить, последний край. Не последний край, последний. Край. Это тоже сами молоко не дают. А куда вам положить гостям, чтобы вы их потом не забыли? Спасибо. то есть это на самом деле что-то очень интересное.